приветствую вас друзья мои это тимур ханов из кольцова сегодня у меня в гостях берегу все наоборот я сегодня в гостях у кольцовского мэра у николая красникова человек очень известный в новосибирской области по крайней мере тем что он уже много лет возглавляет этот раньше поселком теперь называлась теперь это наукоград один из первых или один из самых интересных наукоградов в россии николай григорьевич мы сейчас не поговорим давно уже здесь во главе и мы как раз сейчас находимся на том месте где поселок кольцово начинался да вот вот с этих мест говорят да друзья мои вы пожалуйста напишите как там со звуком потому что у меня были проблемы со звуком если что подправим вот он прошу любите завод николай григорьевич к красник здравствуй добрый день мы с тобой знакомы уже почти 30 лет да не меньше ровно столько я и кольцо коложу ты знаешь я как я старожил я знаком с тобой еще раньше чем ты начал заниматься чем ты стал председателем совета в поселке кольцево нас так лучше 29 лет да 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 ты с 90 года фактически во главе поселка тоже называлась поселок да он и до сих пор рабочим поселком называется мы здесь может быть по-своему хитрим не прибегая в статус города хотя получили статус городского округа и наукограда но просто сохраняются льготы для учителей вот так и как первые дома да да это вот первые дома я сам приехал вот тот третий дом 78 году сдавался вслед за первым вторым 77 года началось жилищное активное строительство в дополнение к той промышленной площадке которая на санитарном удалении 3-4 километров отсюда очень-то не сильно строилась по известному поставлению партии правительства 74 года догнать и перегнать олимпиад биологии сразу такой вопрос так не на все вопросы мы можем отвечать а бактериологическое оружие делали нет ну противоядие это было одной задачи она не афишировалась прямую но противодействие вот и аспектом именно оборонным и большой спектр лечебных препаратов сразу ставился в цели полагания нашего будущего вектора тогда института микрорной биологии куда я и попал после университета вот мехмат энгел воле случая тебя зовет занесло сюда или ты долго планировал что-нибудь подобное но воле случай такое что я когда-то в детстве журналиста болел может быть вот отчасти твоей профессией журналистикой видел журналистские будни отца редактора многих сельских газет и районных иркутской области и соответственно колебался между журналистикой и математикой которую я знаю что школу закончил очень хорошо но золотой медалью закончил у меня было много интересов на игру что и стихи пописывал немножко стоит за отцом и какие-то публикации детские делались и в общем-то хотелось в этой сфере тоже трудиться но передавили все пойдем куда-нибудь куда-то прокладываю баршрут хозяйку здесь просто если уж мы задержались то это вот как раз стенды отражающие историю концов а кольцов в это название кольцова по фамилии да конечно это николай константинович кольцов основатель экспериментальной школы биологии считается наш отечественной ну а наш кольцовский лаврентиев лев степан и сандарчиев кольцова как на проспекте в имени памяти . здесь вот мы еще молодые сперва развития кольцова это вот след за первыми домами вторые третьи пошли когда-то был продовольственный магазин единственный мы его совсем недавно очень не популярно переоборудовали ну в народе популярно не очень распространена такая методика когда из продовольственного магазина мы сделали школу искусства она была признана лучшей школы искусств в области 600 детей здесь сейчас занимается а тебя дети знают здесь девочки извините можно вас просить вывод этого дядяку знаете знаете да наверно знаете ну ладно хорошо извините редкий ответ обычно ребятишки как раз последнее время достаточно активные покрикивает а вот амэр пошел там или он красников идет но с дети тебе стали все посмелее да но посмелее да и слышу тем более что они в общем-то и сами вырастают и мы с ними встречаемся режиме линейка линеек разных спортивных мероприятий сколько школ школ сейчас две и строим большую школу вот сейчас они переполнены поэтому кольцо вот так вот отсюда и развивалась вот я уже говорю что на месте продовольственного магазина мы сделали школу искусств совсем недавно и 600 детей а школ искусств раньше ютилась там в разных рабочих бараках детском садике когда была демография шаталась тоже детей у нас много за все эти годы вот у тебя двое детей и сколько внуков шестеро но в этом в каком возрасте расскажи голод старшему спортсмену лыжник надеюсь олимпийской надежде и город 14 с половиной лет а пятому шестому вот по два у сына и у дочки какие у тебя молодцы дети а чем твои дети занимаются ну и сын и дочка закончили тоже разные факультеты и сын как я как моя супруга закончил матфак и потом закончил еще российскую экономическую школу рэш в москве работал чего сейчас руководит одним департаментом господом нефти в питере довольно интересно работает вот у тебя сын в питере сейчас питере а дочка закончила экономический факультет преподает в одной школе кольцова так что она поближе если они самостоятельно сын без папиного плата вот такого да не но во-первых наш нг у который мы закончили всей семьей у нас вся родня подписки вышла из нг мы марку нашего неподкумного университета знаем сами проходили и попадали туда через олимпиады я говорил что развилка журналистика математика у меня разрешилось в пользу математики и науки поскольку я заболел всякими районными областными олимпиадами как победитель их был приглашен сюда в летнюю школу но конечно заболел как и все академгородком дальше мехмат нгу но после этого вот после стажировки уже попал на научную целину которая вот в начале семидесятых как раз здесь разворачивалась в конце семидесятых по работе мы еще поговорим а скажи пожалуйста правильно я понял живу ты нашел в университете ну да да а чем ты соблазнял стихами да не соблазнял уговорил она немножко помладше она уже была первокурсница я заканчивал закончил университет поэтому встретились мы как на стадионе она была подружкой моих партнер по сборной университета с которыми на разных сценариях выступали но вот спортивное знакомство такое плюс общая математика оказались уже кольцо где-то это не откуда ты не ответил на вопрос вот ты пишешь стихи я так понимаю с юности с детства девушки что понравилось в девушек спрашиваете мне мне на пары если ты спросил чем она мне понравился мог бы сказать уверене красивая умная девушка с чувством таким юмором хорошо понимающие то что меня в то время интересовало и с горящими глазами и науки разделяющие какие-то хорошее похоже ценности с хорошей порядочной семьи тут многие нюансы вот но я не знаю в то время был наверное интересен занимался друзья напишите пожалуйста как звук меня волнует хорошо ли слышно нас есть заказа кстати наш центральная улица она это что давай пройдем это вы вернусь то нет чем делать порекомендуешь соблазнять вот сейчас Думаю, что хорошим спортивным оптимизмом и лирическим настроем Все они любят стихи, романтику, здорового поражения Не знаю, но я всегда варю с этим Ну и, наверное, надо быть увлеченным Или делом, или способом Но, в общем, глаза гореть должны Ну и, а если они, конечно, вместе в этом направлении То, наверное, получается, семья или... Ну, где стихи? А скажи, пожалуйста, ну, по каждому секрету не обязательно отвечают Есть стихи на секунду, если часто и в улочку хочется и написать стихи Да, но у меня много стихов на женский-зарейских тем И мне кажется, что наиболее пронзительные стихи Не так часто, но удаются Освященные именно супруги Они наиболее сложные Такие Не простые, но, мне кажется, глубокие Потому что вот ее я знаю гораздо больше Вот здесь памятник Вот памятник Ру Степана Стандахчиева Человек, который тоже во многом определил и мое будущее Человек, который сам приехал молодым 35 лет возглавил Вектор Получил такое назначение И увлек нас Вот молодых И он, собственно, меня перетащил из теории вероятности Из отдела матмоделирования Где я начинал расшифровывать там И искать закономерности строительства генома Ты уже закрепил меня в том самом общественном интересе Который всю жизнь мне был тоже интересен Я был комсоргом класса Сегментарем комитета комсомола школы Сегментарем курса Комитета комсомола универа Спорт орган Ну и сюда вот как-то так тоже возглавил Комитет комсомола с правами райкома Все это страшно увлекло Вот это вся общественная активность Мы тогда хорошо помним, что в партию порой вступали Вовсе не для строительства коммунизма А для того, чтобы карьеру строить Куда мы идем? Давай я так, чтобы я буду закрывать ответы Ну, не знаю, я как раз вступал для строительства коммунизма Если честно Я действительно, у меня была замечательная комсомольская судьба Вот сейчас об этом много говорили, спорили, вспоминали Только что пережили комсомольскую неделю И с благодарностью вспоминаю этот период жизни Который в 14 лет начался А потом была комсомольская школа на Байкале А потом, я говорю, с этой комсомолией болел И до сих пор этот огонь и задор И комсомольский метод такого неформального решения во мне живет Поэтому я легко, видимо, так вот переключился Понимая научную психологию коллектива Большого 4000-го вектора В то время я, в общем-то, организовал тут организацию с правами райкома И она действительно шумела А почему за такими привлеками на тебя? Такие качества? Похвали-ка себя молодого Или чем бы... Ну, я уже сказал Это, наверное, самое главное Было то, что я всегда был так нерадушен к тому, что происходило Меня все трогало от организации науки И влияние на психологию На правильность принимать решения На учет молодежного интереса Вот, конечно, все стихи, капустики Конференции молодых ученых Субботники Вот эти все Мы садили их Они до сих пор радуют И мы их показываем детям Вот, и поэтому Вот то, что потом меня переключил Сандахчиев уже на кадровую работу Он предложил мне отдавать Асу-кадры Психологическую службу Многотиражку И меня это тоже увлекло Вот, а потом это даже И выборную партийную работу Я в непопулярное время Когда партия уже подсаживалась В своем авторитете Помню, помню Как раз тогда мы с тобой познакомились Да, как раз в те времена И мы познакомились И это было время демократической платформы В КПСС Когда я неформально боролся Вступил я На другую за звук Говорят, звук плохой Так, сейчас я попробую Друзья Извините, я сейчас сделаю эксперимент со звуком Вы мне напишите Лучше стало или хуже Люди пишут Дети капюшон Так, я сменил микрофон Напишите, пожалуйста Стал ли звук получше Пойдем дальше Давай, куда-нибудь Погода, оказывается, не очень Не очень располагает погода К разговорам на улице Проходим мимо этих замечательных Дорогих моему сердцу Слов Кольцова Вот Где я уже 78-го года и оказался Если продолжаю эту мысль Что я потом был на альтернативной основе Избран секретарем парткома Таким задиристым Который пытался тут как-то наводить и партийные порядки Пытался спасать тогда слишком формализованную бюрократическую систему нашей партии Подожди, ну когда КПСС Извините секундочку Это что, солнечная батарея на столбе? Да А зачем солнечная батарея? Она что? Здесь экологические датчики работают еще у нас А так солнечная зачем? У нас что, с электричеством проблемой или зачем? А? Зачем солнечная батарея? Ну, солнечная батарея работает на Датчики принимают Тут у нас некоторые замеры есть Экологические Система снижения За территорией То есть они энергетические и независимые, да? Да, да, да Так, как там звук, напишите мне Так, а скажи, пожалуйста Давай поближе Чтоб было слышно лучше Скажи, пожалуйста, как Вот когда КПСС запретили в 91-м году В 91-м, наверное Какая у тебя была реакция? Сожаление, разочарование Или обиды какая-то? Ну, я, к сожалению Как раз в это время заканчивал Еще до закрытия В 90-м году я переходил на работу В Совет депутатов Я в 90-м году Отчитался достаточно Внятно о своей В партийной работе Руководстве парткома В это непростое время И честно сказал, что я Нахожу Стал без партии Из партии, да Вот На этом изломе Но С уважением оставил для себя Партийный билет К моему К примеру Там Последовало около 200 человек Был такой тяжелый Вот Ты сам ушел за собой Лидию ввел? Ну, я не уводил А, они Приняли пример Да Никого не призывал Да Ну, просто Было время такое Действительно Сейчас это трудно Говорить Об этом Но Мы уже Жизнь продолжалась Мы просто Я перешел в советскую На советскую работу И Как раз По сути Вступил В другую партию Который Вот верен до сих пор Партия любителей Кольцова Вот тогда Мы просто Уже Наверное По большому счету Понимали Что Главное Не в политике Главное Любить то место И Дальнейшая Моя судьба Как раз Вот в таком тренде Развивалась Хотя Были какие-то Сколько раз Сколько раз Ты уже проходил Выборы Вот как Глава администрации Глава я Шесть раз Шесть раз Какие выборы Были самые трудные Да Наверное Особых трудных Не было Потому что У нас здесь Как бы все По домашнему Я думаю Что Почему и предлагаю Сохранить И благодаря Что депутаты И федеральный закон Позволяет Муниципалитетам При их желании Проходить Через систему выборов Я думаю Что это По-настоящему Правильная система Потому что Местные выборы Они по-настоящему Выборы И здесь выбирают Людей Не за политические Какие-то взгляды Не за махание Флагами А по конкретным делам Здесь можно Совершенно четко Разобраться И поэтому Я никогда Не провожу Там Мощную кампанию Всегда Я занимаюсь Выборами Наверное С первого дня Просто работаю А потом Подвожу итоги Не ухожу от диалогов Рассказываю Что удалось сделать Какие перспективы Нас ждут И это Периодически Через 4-5 лет Повторяется Поэтому Каких-то Сложностей Не вспоминаю Наверное Самые сложные Были все-таки Вот Десятого года В разгар Бушевавших Трех уголовных дел Когда Желающие переключить Мнимые Денежные потоки Или я не знаю Перспективу развития Кольцова Так получилось То есть кто заказал Ты можешь сейчас сказать Да не знаю Сейчас много Публикаций И тогда появляется На этот счет Но честно говоря Мне По большому счету Не очень интересно У нас другая тема разговора Давай мы об этом Я думаю Что кто захочет Друзья Кто захочет Найти материалы По тому скандалу Девятого Десятого года Да Девятый десятый Это было С девятого По двенадцать Да Вы на интернете Найдете Там Возмуждались Уголовные дела Ох и ветер Напишите пожалуйста Как звук Про то Что вы сможете найти В интернете Я не буду повторяться Я попробую Поговорить с Николаем Григорьевичем А про него Про самого Скажи пожалуйста Так получается Ты вот общественно Активный Практически всю жизнь Домой Наверное Так ночевать Приходится Так уже много лет В будние дни Или сколько у тебя Рабочий день продолжался Когда вот ты был На Комсомольске На партийной работе А сколько сейчас Да он и сейчас Такой же В общем-то Практически С утра И часов до восьми С перерывом Небольшим Там на тренировку Вечером могу еще Дома как правило Работаю еще С документами Потому что Расписать их Окончательно Не успеваю В течение дня Потому что Много встреч Много разных мероприятий Но это уже Ритм жизни Плюс еще Всякие Мероприятия Которые Требуют Моего присутствия Личного Участия Поэтому Это стало Давно образом жизни Слушай В Кольцов Живет около Двадцати тысяч Людей Да Многие из них Работают в городе Но все-таки Есть и те Кто и на Векторе И других предприятий Кольцовских Работают Сколько ты Людей знаешь В лицо Вот если Ты их встречаешь Не в Кольцо Скажем В Новосибирске И здороваешься Ты будешь назвать Хотя бы примерно Здороваюсь Практически Там наверное Процентов 95-97 Потому что Тут уже Здороваемся С людьми Которые Меня знают Я отвечаю Вот Но Довольно большое Но думаю Что больше половины Кольцова Лично знаю А пойми нам С ними пересекались А пойми нам Знаешь Людей Ну больше Тысяч Нескотысяч Наверное Знаешь Или сколько Ну потому что Со многими Работал на Векторе С кем-то Все эти годы Вместе Работали В разных сферах Пересечений много Поэтому мы Мы большая Такая городская Научная деревня Очень Гордимся Вот этим духом Который еще От Сандакчиева идет От первых Наших колышков От Первых жителей Аборигенов И вот Вот что замечательный Замечательный модемент Мы пересли на Такое перекресток Кольцовских надежд Мы его называем Этот памятник Нам Город Попросил доделать Он должен был В Новосибирске На площади Калинина Стоять В честь 80-летия Области Доверили нашим Как бурно развивающим Наукограду Вот поставить Поставить Эту скульптуру Моя Сибирь Или молодая Сибирь Вроде раскол В районе Сибири Ее девушка Выпускает Как мы говорим Мондиционных голубей В разные стороны Академгородка И взор Технопарка Она стоит Как раз На перекрестке И Академгородское шоссе Переходит Проспект Сандахчиева И Технопарковая улица Вот здесь Видите И бизнес Инкубатор И биотехнопарк И вот новые корпуса Катрен Ангиолайн Это все Что определяет Сегодняшний Завнешний день Кольцова Рядом Наш красавец Стадион Мое любимое место С синтетическим покрытием С беговыми дорожками Где тоже проходит Большая часть моей жизни Ну и вот первые дома Откуда и шел Кольцова Шло Кольцова И 10 километров Нас соединяет С Академгородком Здорово А То есть вы Доплатили То есть Потратили деньги На установку этого монумента Нет А это мы Вот Собирали На Спонсорские средства Доделывали Этот памятник Довольно Серьезное Вложение Нужно было еще сделать Но Наши компании Откликнулись на это И мы Вот в прошлом году Год назад Установили Такой Памятник Он стал таким Центром притяжения Со стихами Песни Мы его открывали Прошлый год И как раз Он является Украшением А сейчас Он привязал Такую Ландшафтную Центральную зону Мы вокруг Четвертого и пятого Озера Вообще Целая гряда озер Украшает Наш городок Мы ее Делаем Уже много лет Я все хотел Про тебя говорить А ты мне все Про кольцо А это потому что Все перевязано Куда идем дальше Ну Наверное так Не замерз? Да нет Слушай Ты ходишь в горы Да? Да Я уже 25 лет Болею еще одной Есть горняшка Но это Другое Не горное Заболевание Высотой Когда там Трясет И тошнит О Привет от Клического Кстати Да-да-да А это Горняшка в том плане Что Горная болезнь Я люблю горы Вот уже Много лет Начиная С традиций Майских Выходных Прихватывали Несколько дней Отпуска И с первого По девятый По десятый Обычно Пропадали Еще по молодости Но потом Это закрепилось И мы Облазили Все Среднюю Азию Узбекистан Таджикистан Казахстан На Кавказе Какая твоя сада? Да, в Непале Были Даже так То есть у нас компания Мы, у вас компания Да? Да, горная компания Которая дошается Консервативно Со студентских лет Но были в разных местах Наверное Самые запоминающиеся Это Непал Относительно недавно Мы были Под Эверестом До первого лагеря Доходили На 5500 Поднимались Там уже так И голова начинает По особенному балете Стихи не очень пишется А верхняя твоя точка Какая? Который ты достиг? Ну вот 5500 5500 А из известных вершин В Советском Союзе Который нам Там, я не знаю Это на Эвересте На Казбеке был? Не, ну под Эверестом Мы были Это вот В Непале Ой, не Эвереста Хотел спасти Эльбрус Нет Мы в те места Не ходили Кавказ был Там пониже Там Мы не очень высокие Горы Обычно выбираем И мы даже не альпинисты Которые висят на веревках Мы горные туристы Которые Несут на себе Все снасти Рюкзаки Гитару И вот Как вы сказали Зачем идете в горы вы? Так а зачем идете в горы вы И если среди вас девушки? Женщины Конечно У нас такая смешная компания Ну Жена иногда ходит В небольшие походы Семейного плана Здесь мы тоже Часто бываем на Алтае И небольшими Уже другими компаниями Дети, внуки Ты кого-нибудь заразил Этой горняшкой? Да, да Как раз вот уже и В песнях я это отражал Что горное свое Увлечение передал сыну Мы с ним вместе Поднимались На Ряд перевалов А последнее время Уже и Трижды брал с собой В горы И старшего внука Он у меня спортивный парень Чемпион лыжник Поэтому Готов и легко Как раз В горах передвигается Это ему тоже нравится Ну и думаю Что со многими внуками Я еще Пройдусь Так ты опытный отец И опытный внук Ой Опытный дед Он уже теперь опытный отец Опытный дед Скажи пожалуйста Тебя родители наказывали? Это импостаси мне очень нравится Нравится Это занятие Пойдем, пойдем А то себя завезли Тебя родители наказывали? Строгие родители? Или как? Ну Мама там Наши времена Вообще Серьезно Отличались В воспитательном Аспекте От нынешних Тот витамин Р Который От слова Ремень Очень активно Использовался А за что Тебе попадало? Да попадало За что И за разбитые Стекла Футбольных Дворов И За разные Проказы Мальчишеские Когда мы лазили Где-то по стройкам И сейчас я понимаю Своим дедовским Или отцовским Уже Внутром И интеллектом Что Это все Не безобидно Но тогда Это все С другой стороны Смотрелось Поэтому С этим же связываю И Воспитание силы воли Когда Мама Тоже воспитанная По-своему В своих семьях Помнится Меня и На горох ставила На коленочки Так иногда бывало Ну ладно же Подожди Два слова Родители тебе Откуда Сами Происхождение Род Красниковых Откуда Ну Папа Когда приехал Из Курской губернии Вот еще Вместе Со своим отцом У меня Замечательный дед 99 лет Прожил Полный мой Отез Красников Николай Егорович Вот И Да-да То есть Искурян Получается Да Ходите Проходите Ну Они как Курские соловьи Приехали Когда-то А мама Здесь Она Из Иркутской Области Работала Медсестрой Здравствуйте То есть Мама У тебя Коренная Сибирячка Ну да Ну Папа Тоже Сибиряк Уже Это Дед Его Приехал Из Курска А папа Уже В общем-то Маленький Приехал Сюда И А ты Своих детей Наказывал Нет Ну Мы Уже Росли В другое Время Самое Большое Наказание Куда Вот Мы Кстати Проходим Бизнес Инкубатор Сейчас Покажи Здесь Проходили Проходят Около 60 Компаний Подожди На микрофон Говори Около 60 Компаний Проходят Стартаповский Этап Они Проходят Становление В годных Условиях И потом Появляется Возможность Уже Выходить На Свою Собственную Строительную Площадку Вот Как здесь Ангелай Например Первые Один из Первых Резидентов Нашего Биотехнопарка А сейчас Крупнейшая Компания Производит Сердечные Зонты И она Строит Своё Производство Здесь А вот Рядом Фирма Катрен А вот Тот Симпатичное Здание Центр Коллективного Пользования Это Где Центр Ситификации Магистратуры НГУ Детский Технопарк Сейчас покажу Да Очень красивое здание Мы туда идем Ну идем Там Скажи Вот у тебя Такое отношение Словно Не каким-то образом Твои дети Все эти Ну так оно и есть Это просто Понимаешь Почему И в лихие времена Приходилось Зищать И себя И Кольцова Потому что Это стало уже Смыслом жизни И наверное Это какой-то Может быть И секрет Или объяснение Моего относительного Долголетия Управленческого Потому что Это просто Давно стало Образом жизни Это все пропущено Через сердце Через голову И поэтому Действительно Все дорого Это все на моих глазах Что ты за человек Куда мы с тобой Не идем В каком направлении Мы не идем Все время против ветра Это принцип Наверное Иногда И вопреки Обстоятельствам Дело Делать Поэтому Вещая история Кольцова Тоже на самом деле Против ветра На ветрах Иногда Против ветра Иногда В хорошую погоду Но Так Давай куда-нибудь Тут Тут мимо дома Скажи пожалуйста А вот Если Аналогию проводить Вот с этими Всеми Компаниями Которые Конечно же И Налогоплательщики И как дети Ты говоришь Отношение к ним А их воспитывать Приходится Наказывать приходится Или как Или какое отношение Ты строгий начальник Ты грозный Грозный Градоначальник Или наоборот Либеральный Какой принцип Сказал бы Сказал бы Что всю жизнь Борюсь Но Стараюсь Бороться Не против А за И поэтому Я вот и борюсь За эти компании Я как-то сказал Журналистам Мое самое любимое И эффективное Занятие Это Пить чай с потенциальными Инвесторами Поэтому Как-то Достаточно давно Наверное С комсомольских времен Понимал Что Значимость И Цену Неформальных Отношений Таких Не заформализованных Не то что Неформальных Каких-то Понебратских Или Каких-то Скрытых А Просто По-настоящему Глубоких отношений Их надо Организовывать И поэтому Стараемся Со всеми Компаниями Вникая В их суть Ну Делать шаги Навстречу Иногда Поэтому Очень многие Компании Приезжают К нам Или Получали поддержку На первой стадии И бросали Здесь Икаря Или подрастали Из Вектора И Ныне Уже Такие Миллиарды Компании Такие Как Вектор Вест Бельгам И Они Во многом Определяют Чей-то Дизайн Ну Это Такое Красивое Необычное Совершенно Здание Современное Наши Бежки Архитекторы Вот Такую Я ее Как-то Назвал Гусеницей Она Прижила Инновационная Гусеница Которая Ползет В нужном Преправлении А напротив Нее Тоже Наша Гордость В этом Году Мы Начали И На будущий Год Заканчиваем Новую Школу Современнейшая Школа Будет Откуда Проект Проект Наш Генеральный Застройщик Фирмы Проспект С которым Нам тоже Повезло Ее Руководитель Павел Корчагин В полном смысле Очень похож На своего Литературного Аналога Человек Который Руководит Замечательно Вышедшие Строители СИП Академстроя И они тоже С интересом Работают Являются Депутатами Нашего Совета Нашими Единомышленниками И вот Они делали Проект Как и Многих Других Зданий Извини Как кстати Построители Я иногда Буду Такие вопросы Задавать Вот Когда я был Чиновником Меня спрашивали Ты взятки Берешь Я говорю Да мне просто Не дают Я не буду Спрашивать Дают Берешь ли ты Взятки Глупый вопрос А вот Были ли случаи Когда тебе Намекали Совершенно Определенно И как ты Считаешь Правильным Отреагировать Ну Наверное Даже и не было Потому что Как-то Выстраиваем Отношение Когда Ну По определению Понимается Что То есть В голову Не приходит Что Красников Может взять Да Знаете Я думаю Что Это Я тоже Этим горжусь Что Наверное Не приходит В голову Потому что Этой ерундой Мы не занимались Никогда И как-то Я так и воспитан И притязания У меня Человеческие И Житейские Совсем Простые Воспитанные Еще В детстве Почему-то Всегда удивляла В чем спрашивают Есть ли у вас там коттедж Или Почему-то Всегда считала Что мэр должен Обязательно строить Какой-то Частный дом Я В двух местах пожил Сначала В первом доме Потом Еще переехал На первый этаж Не так давно Ну Правда Уже 12 лет назад Переехал На пятый этаж В обычном доме Живу Мне Нравится Этот образ жизни Считаю Что Жить среди людей При этом Не тратить Время На Возведение Каких-то Особняков Отдельных зданий Это уже другой Удивительное дело В Кольцово Ветер Выходной день Погода Ни погода Ни Календарь Не способствует А работа Строительная идет Я вижу Краны работают Школа строится Строится И выходные Потому что Я сказал Что напряженный 19-й год Мы должны сдать Эту школу Она Будет Тоже Украшением Кольцово Это и два Спортивных зала Очень мощных И плавательный бассейн И автовый зал То есть Современный проект Такой Я вот вижу Дорожки почищены Хотя идет снегопад Вот снегопад Мощный Новосибирский Сейчас Кольцово В Новосибирской области А дорожки почищены Каким образом Мэр Добивается Чтобы Ну я думаю Что Ты приехал В самое некрасивое время Вот буквально Неделю назад Если ты приехал Я Было бы Чтобы посмотреть Здесь действительно У нас и Газоны И посадки Извини пожалуйста Но когда мы идем По почищенной дорожке И я знаю Что это не к моему приезду Ее почистили Это тоже очень красиво Ну вот эта система Работа наших управляющих компаний Мы стараемся Организовать так Чтобы Они отвечали За себя Но тем более Сейчас мы идем По новым районам Третьему и четвертому Здесь как раз Фирма проспект Она еще и создает Строит И сама создает Ведет комплексную застройку И создает Управляющие компании Которые Просто Занимаются Эксплуатацией А если ты видишь Вот домик Детский сад Левушка В честь Сандахчиева Работает Ну конечно Это один из Говорят Лучших садов Нашего сибирского Федерального округа Который тоже мы строили Несколько авантюрно Не хватало денег На Все Все строительство В то время Непростое Ну мы Хотели Войти в федеральную программу Естественно И верили Что Мы много рожаем Каждый год Кольцово Примерно 270 Ребятишек Рождается На целый детский сад И поэтому Начинали Просто На небольшие деньги Новосибирской области 69 миллионов 11 добавили своих Но зато Серьезный проект Подняли Поставили коробку И были уверены Что Федералы помогут Что и произошло Нас попросили Только за 4-5 месяцев Его Завершить Что мы И удачно Сделали Поэтому Наша вера В такую федеральную программу Оказалось Ну Оправданной И мы сейчас По этому поводу Как раз И активно Работаем Мы Делаем за делом Напрягаемся Создаем проект Спортивного комплекса Про тебя Давай еще про тебя Вот если ты видишь Что дорожка нечищенная Где-нибудь Должна быть Отличная А нет Как ты действуешь В такой ситуации Мы сейчас Активно Работаем На мобильном телефоне Чем И тоже Отличает Кольцова Это такой Домашний Стиль И управление Я сразу Могу позвонить Там Руководителю Управляющей Компании Напрямую Или Человеку Который Из фирмы Фасад Курирующей Работу Управляющей Компании О том Что И мне Могут Позвонить Вот как Вчера Например Были Проблемы Очистки Медицинского Комплекса Там Не все Сразу Увязалось Главный Врач Мне Звонит Звонит Я как раз Больше всего Страха работает Я как раз Больше всего Не прощаю Когда Руководитель И не решает Проблему И не тревожит Поэтому Я Всегда за то Чтобы Лучше мне Звонят И Вечером Или Ты доступен Да? Твой телефон доступен Конечно Мобильный телефон У всех есть Я всегда прошу Чтобы я был на связи По любому поводу Все что Социально значимо И важно Для жителей Должно решаться Оперативно Ценю конечно А ты жесткие руководители Приходилось Кому-нибудь сказать Вы уволены Вот когда человек Плохо работать Не умеет Не хочет Вот что-то такое Нет Ну так Или ворует Нет Так сходу Я не увольнял По воровству Тоже Слава Богу У нас Хорошая система Руководителей Были какие-то Определенные замечания Или Складывается Лесенка отношений Если человек Уже не задерживается В своей должности Ну так Чтобы сходу Увольнять За Какие-то проступки Такого не было Выговоры объявлял Или При Пугивал Что Может Потерять Доверие Вот Иногда это взбадривало Иногда Человек Человек Сам Увольнялся Ну Наверное Наверное Жесткий Но Все-таки По Жесткий В том Плане Что Я Переживаю За то Чтобы Уровень Который мы Подняли Как Наукоградный Выше Среднего Мы не стесняемся Об этом говорить Мы же стали Наукоградом Одним из первых Городов Да Мы стали Четвертыми В России После Облинской Королевой Дубны И Первыми В России Поэтому Конечно Это Я Думаю Что Это Все-таки Явно Заслуга Одного Человека Главная Заслуга В том Что Поселок Кольцово Стал Одним Из первых Наукоградов В первом Сибири Одним Из первых В России Это Конечно Николай Красников Ты Приложил Я Понимаешь Это Стоило Больших Затрат Времени И Всего Я Заболел Вот Этим Делом Чуть Пожи Этим Это Понимаешь Что это Предмет Гордости Да Наверное А вот Почти За 30 лет Твоей Работы Здесь В качестве Городского Главного Староста Городской Головы Мэра Были Моменты За которые Тебе Неловко Или Даже Скажем Стыдно И ты Не смог Исправить Или Хотел Бы Исправить Что-то Такое Было Да По большому Мучению Наверное Таких Совсем Раскаиваний Или Переживаний О том Что не случилось Припомнить Не могу Хотя Наверное Каких-то Мелких Несуразиц И неисполнений Планов Было Но Чем горжусь Отвечая На этот же вопрос Тем Что Рано или поздно Мы Свои планы Реализовываем Мы всегда Говорим Что мы Сильны надеждами Планами И В Кольцово Всегда есть И Стратегическая Линия развития И мы Соответствуем Вот Поэтому Наверное Не все Удается Сразу В том темпе В каком Хотелось бы Слушай Про планы Я в одном из интервью Прочитал Что ты сказал Хочу Поучаствовать Или победить На европейских Состязаниях Восьмидесяти Пятилетних То есть Ты планируешь В 85 Поучаствовать В серьезных Межронных Спортивных Соревнованиях Правильно я понимаю? Ну Ты затронул Уже Целую Страничку Жизни Тут уже Не европейскую Я сказал Что я хочу Быть чемпионом Мира В 85 лет А ну да Я действительно уже был серебряным призером И бронзовым И даже чемпионом Это легкая атлетика Скажем Для тех Кто не знает Да Это Твоя любимая дистанция Какая? Моя дистанция 800 метров Вот именно в ней Я как раз Уже 8 раз Выигрывал Чемпионат России И был призером На разных Горовых Европейских Чемпионатах Но На 85 Сказал Потому что Если Бог разрешит Конечно С оговоркой Потому что Это Задает Целым Тренд развития Это значит До 85 По крайней мере Надо Желать бегать Быть в форме А если Люди тебя будут поддерживать В качестве Городского Руководителя Кольцова До 85 Будешь Избираться? Или ты себе поставил Какие-нибудь ограничения По возрасту На административной работе? Вообще Не думаю О каких-то Ограничениях Просто Работаю Тем более Что Сама ситуация И президент Ставит задачи Работать долго И жить счастливо И сам вектор наш Работает над тем Чтобы Вакцину долголетия О Это очень интересно Про долголетие Коротко У тебя были прямые встречи С Путиным? Или с другими Руководителями С Ельциным? Не Ну С Путиным Я был на совещаниях Которые проводил В частности В августе Он приезжал В Новосибирск И Я сидел А прямых разговоров Не случилось? Нет Не случилось Есть такой Известный журналист Дудь Который пытается Быть на меня похожим Он спрашивает А что бы вы сказали Президенту Если бы вы увидели Во-первых Я президента Поблагодарил бы За То что он подписал Когда-то Указ о присвоении нам Статуса наукограда И вообще поддержал Наукоградное движение Как города науки И То что Сейчас поддержан Наш академий Городов 2.0 И в частности В Кольцово И вот центральный проект Создание Центра синхотронного излучения Как раз планируется Посадить в Кольцово И мы много делаем Чтобы этот проект состоялся Здорово То есть у вас появляется Еще одно крупное Научное направление Кроме микробиологии Да Это наше новое дыхание Или второе крыло Которое надеемся Если серьезно А это не опасно Если людей спросить Там Это излучение Радиация Нет Ну во-первых Это же Люди иногда часто путают Там реакторы Ускорители Да Так же и здесь Это Тот современный инструментарий Который Необходим Для того Чтобы Самые разные науки Могли Очень серьезно Делать исследования Слушай Мы с тобой В нескольких километрах От того места Где хранится Одна из двух коллекций Мировых Самых опасных Бактерий Да И вирусов Вирусов Одна в Атланте В Америке Другая В России Вот у нас на Векторе Вот когда ты узнал Что здесь хранятся Смертельные болезни От которых нет сейчас Если вдруг Если этот вирус пойдет Людям будет очень трудно Противостоять И даже выжить Тебе не страшно Или людям здесь не страшно Ну во-первых Людям не страшно Потому что Вектор Это такое Современно организованное Мирового класса Учреждение В котором Мы Все системы Хранения И консервация Этих объектов На самом современном уровне Проводится И это само собой А во-вторых Как раз Наши ученые И занимаются И ВИЧем И Эболой Нашумевшей И как раз Вакцины против Этих вещей Создаются И это как раз Предмет Гордости Кольцова Гордости нашего Вектора Это тот смысл Который И вкладывал в государство Для создания Подобных Наукоградов И научных центров То есть не страшно Защищено Да конечно Конечно И дети тут спокойно гуляют И взрослые Не волнуются И рождаемость такая Если вот Я говорю сегодня Ветреный день Не очень для прогулок А на самом деле Очень много И у нас детей И мы гордимся Что они все Пристроены И детская спортивная школа По 10 видам И детская Школа искусств И разные Молодежные клубы Ну что Пойдем куда-нибудь Ты говорил В одесский Это кабинет Какой-то особенный Это далеко Нет Пойдем Присядем Выпьем По чашке чая А кстати Я разговор Немножко скачил Перескочил Ты говорил Про то Что ты с инвесторами Там или По комсомольской С моему опыту Помнишь Что хорошо бы С важным человеком Выпить чаю Да Так А мы Тракты Не нарушаем Для скорости Давай перейдем Это неправильный пример От городского головы Ладно Мы никому не скажем Так вот Кроме чая Как это Я очень хорошо помню Это выражение Еще с советских С номенклатурных времен Рюмка чая То есть намек На счет того Что спиртного Потребляют Там или там В бане Без выпивки Ничего не решишь Ты как Отношешься к тому Что в делах Переговоры Используется алкоголь Ну знаешь Я Помогаю Спортивный образ жизни Ну не ханджа Поэтому И сам могу Выпить Рюмочку Там Водки Или коньяка В какой-то Нужной Компании Или с друзьями По какому-то поводу Естественно А что касается Деловых Переговоров То Ну есть какие-то Банкетные Или фуршетные части Это Один жанр А разговоры Всегда мне кажется Располагают Лучше За чайным столом Такой Отстановки Спокойной Деловой Так Мы тут Заходим в какое-то здание Если связь прервется Напишите мне По качеству Звук и картинке Пошли Пока Применуешь? Нет Нет Идем Посмотрим Выдержит Посмотрим Как у вас связь Как мой телефон Тут кстати Спрашивает Человек один Здравствуйте Ну и вопрос Это задает Ладно Легче-то Как раз Может приваться Спрашивает Как качество Напишите Видно Не видно Новая школа Это хорошо А что делать Старым школам У которых нет Бассейнов И вторых Спокзалов Сейчас мы поднимемся И там связь Простановится Сейчас подожди Мы прервемся Все-таки Может быть Поволчим Просто Или подождем Надеюсь Сейчас я посмотрю Связь Да Хотя показывает Сигнал Вроде бы Такой вопрос Если Ты живешь В доме с лифтом Я живу В доме с лифтом На пятый этаж На лифте Поднимаешься Нет Я стараюсь Ну иногда С каким-нибудь Грузом По названию Мэр Правильно ли Правильно ли Использовать В Новосибирске Для такого Иностранное Иностранное Слово Мэр А ты Это свой кабинет Это приемная В смысле Это Так я понял Новая Недавно Это неделю Буквально Неделю Так у нас С новосельем Николай Григорьевич Я перевел Мой Кабинет А вот Я присидел 29 лет Это был Такой уютный 16 квадратов Небольшой Но такой Напичкиной Часть из них Вот Переехала сюда Ну Это Это Муниципальное Здание Или нет Нет Это То есть Вы арендуете Да Да Так Мы уже Выпили Я надеюсь Так Ты Привешься Нет Сейчас я Не-не Я тут покажу Кабинет Мы в новом Кабинете Главы администрации Поселка Кольцово Которая Наукоград Я сейчас Вам покажу Как обустроено Тут Ничего не готовилось Специально Не планировали Но посмотрим Как Обустроен Руководитель Поселка В котором живет Около 20 тысяч Людей Вот карта Она какая-то Такая необычная Карта Это просто Одновременный И космический Снимок Обработанный Генеральный план Вектор Который Создавался Когда до конца На некотором Санитарном Разрыве Мы находимся Здесь Вот первый Микроем Второй Вот сейчас Новый Микроем Где мы гуляли Скажи пожалуйста Тебе карта Снится Бывал Что сниться И что ты стоишь И планируешь Или ты видишь Как оно развивается Вдруг Какие сны Снятся Кольцовские сны Конечно Снятся много Потому что Мы знаем Что сны Это продолжение Некоторых Переживаний Работа мозга В заданном направлении Поэтому Поскольку Направление Давно задано Кольцовское Поэтому Часто Снятся Какие-то Кстати Хорошие идеи Иногда приходят О Тебе как Менделеев Приходила идея Которую ты потом Реализовал Во сне Да Приходила Приходила Сейчас уже Детали трудно сказать Но Очень много Таких Каких-то Подходов Или Прояснений Иногда просыпаешься Нельзя говоря Что Утро-вечер Мудренее Встаешь И Вдруг Понимаешь Что ты Что-то понял Достаточно Четко И Уже Реализуешь Планировку кабинета Ты сам делал Или тебе кто-то Ну Я просто Поскольку После Того Небольшого Пятачка В котором Я говорю С удовольствием Приседел 29 лет И Это было Все компактно Там не было Возможности Провести Совещание Большое Но Сейчас Здесь В этом же В некотором смысле Посвободнее стало Наверное Будет Удобнее Здесь работать Ну Постарался Вот те Кресла И Чайный уголок За которым А кресла тоже Да Оттуда Перенести Как раз Те самые Кресла За которыми Много Чайных Деловых Разговоров А почему У тебя не портрет Какой-нибудь А герб Почему не портрет Почему герб Понятно Все-таки Россия Ты же патриот А почему не портрет Принято же Какие-нибудь Вешать Больших начальников Ну вот у меня Традиционно Есть портрет Высоцкого Который Со мной Перекочевывает Еще с комсомольских Во времен Очень любил И Творчество Этого человека И Лев Степан Сандарчиев Мой тренер Дорогие мне Люди Которые тоже Как бы Помогают И в том кабинете Ну и вот сюда Переехали Ух ты Я видел фотографии Как ты поднимешь Две геи Как-то Еще С прошлого Сабинета Мы его Перекочевали А бывает Что ты Злость срываешь Схватившись За железякова За эту А нет Злость нет Ну просто Вот Как-то помню У нас Приходил Это целый Подожди Это сколько Это Двухпудовая Это Двухпудовая И Будовая Вот Поэтому Ну вот Это тоже По традиции Молодец Я с трудом Подниму Только Ой Ребята Я конечно Так Высоко Не подниму У меня Слушайте Это Это Реально Тяжелая Железяка Я его Выше Пояса Не подниму Придется Потренироваться И мне А это Какие-то Спортивные Награды Ну это Колокольчики Как-то Часть коллекции Основная Дома Всех мест И городов В которых Так у тебя есть У тебя есть Хобби Да Вот это Коллекционирование Ну хобби У меня У меня Несколько Из коллекции Люблю собирать Каменные Сердца В разных Местах Где бываю Ищу Камни Похожие На сердце Ну а колокольчики А это колокольчики С символами Городов Да Из тех мест Где бывал Потом Стали Друзья Добавлять Ну большая Коллекция Дома Ну это вот Большинство колокольчиков Ты где был там и купил Да Кто-то магнички собирает А у тебя колокольчики Ну да Извини Вот этот вопрос Такой интимный Можно не отвечать Я вижу Образы Ты человек Себя считаешь верующим Относишься как Ну я в вере Отношусь с уважением У каждого Наверное Свой Все таки Бог Поэтому Тут тоже Такие Некие посвящения Или Потарки Связанные С верой Были Поэтому Я Не являюсь Таким глубоковерующим Человеком А детей крестил Или это их личное дело Я сам крещеный Детей тоже Сына крестил Понятно Какие игры Ты играешь С внуками Интересно Ну С внуками Во-первых Они же разные Они все пропущены У меня через порт Через плавание Я Один из Основателей Как раз Методики Плавать Раньше Чем ходить Фирсова Я Учил Детей А потом уже И внуков Вот Плавание От Двух недель Начиная И они у меня Как дочка Например До сорока минут Плавали в ванне И даже ныряли До девяти секунд Задерживались Это младенчество Дыхание Младенчество Да Я верю в это Это система Такая закаливания И раннего движения Ну а потом Самые ранние Футбольные Всякие Спортивные игры Вот Сын У меня Прошел Хорошую школу Футбола И Был лучшим Нападающим И областным И играл за несколько Команд И даже В Москве В Питере И до сих пор И играет Ну а Вот Гордость моя Среди внуков Спортивная И Егор Как раз Вот Сейчас Входит в группу Такую Школу Олимпийского Резерва Сейчас даже На сборах В Тёре В Хакасии На первый снег Уехали Но тот Болеет Лыжниками Надеюсь Может быть Каких-то Серьезных достижений Достигнет В этом А есть Какой-нибудь В Кольцово Соревнования Скажу Кубок Мэра Или Кубок Кольцова Ой Кубок Красных По разным видам Это И Кубок Мэра По интеллектуальным Игра Кстати Что где Когда У нас Кубок Интересный Ну а Кубок Мэра И По художественной Гимнастике Есть И Кубок Мэра По Футбол И По Лифтингу Ну в общем Слушай Бывает Так что Я не сомневаюсь Что Бывает Так что Люди Подходят К тебе И говорят Николай Григорьевич Спасибо За что-то А вот За что Люди Чаще Благодарят И за что Ты действительно Говоришь Что ты Радуешься Когда тебе Благодарят Не просто Ты хороший Человек А за какое-то Конкретное Дело Что Благодаря Очень приятно В последнее Время Особенно Когда Тебя Останавливают Люди Здороваются И говорят Спасибо За парк За эту Драку Здоровья За какой-то Ценить Вот эти Взаимные Комплименты И Приятно Приятно Что В последнее Время Иногда Просто На остановке Если Приходится Разговаривать То Могут Поблагодарить За стабильную Работу Транспорта Что Мы ее Отладили На часы Работы Связь с Академгородком В частности Через 15 минут Такая стабильная Это всегда болезненная Точка Но Я не обращаюсь Всегда Надо понимать Что Люди Благодарят Гораздо Реже Чем Приносят Болячку Какую-то Свою Так уж Устроенной Власти И Это правильно Поэтому Люди Чаще Наверное Приходят И сюда И на приемы Не просто Поблагодарить Но Приходят Решать Проблему И я рад Что Проблемы Все-таки Кольцовские Это Не Трагичные Какие-то Не Смертельные Проблемы Выживания Иногда Или Какого-то Мразматического Характера Невнимания Но Это Как правило Болезни роста Там Где-то Парковок Не хватает Где-то К новым Микрайонам Через Красивый Ручей Но Хотели бы Люди Чтобы Побыстрее Проложить Какой-то Мостик Потому что Движение Сокращает Где-то Тропинка Нуждается И так далее Ну в общем Подожди У меня тут несколько вопросов Чем хорош прямой эфир Люди спрашивают Можно ответить Мы с тобой были в лифте Когда отключилась связь Ненадолго Вот этот вопрос был Вторые спортивные залы Плавательные бассейны Что такое планируется Для школы Или вообще В целом Для поселка Для нашего городка Ну я и говорю Что мы в этом году Даже строим Плавательный бассейн Который будет сдаваться Вместе На две ванны И со спортивным залом Будет сдаваться В апреле В одном микрорайоне Вот Птицы завода Мы Как раз На Новогорском микрорайоне Строим сейчас Ледовый дворец Для фигурного катания И Хоккея В той же школе Которую Мы проходили И там будет Два больших Спортивных зала Один из них 36 на 24 Таких Обычные строят Школи С плавательным бассейном Поэтому Запланирован у нас Еще и Пристроек Спортивного зала К одной из школ Пятой И другой школ 21 Универсальный Физикультурный комплекс Тоже Сейчас ждет Своей реализации Где два спортивных зала И С беговыми дорожками Для фигуртических манеж Так что Планов у нас Спортивных Естественно Много И С учетом Молодежности Большого количества Школьников Подростков Мы Этому будем Уделять Внимание И Особенно Дворовому спорту Скажем Вот тут был вопрос Как Спросите его Как он выживает Среди этих Начальников Чиновников Волков Ну это Какой-то Слишком Я иначе Можно Иначе Сформулирую вопрос Вот если Правильно Посчитал Ты работаешь Пережил Уже 5 5 Губернаторов Или 6 Ну 7 7 Губернаторов Семь губернаторов Меня Так иначе Контачило Если Вспоминайте Это Муха И Единок И Толоконский И Юрченко И Городецкий И Травников Кто из них Дал тебе Кому-то Ты Из начальников Не только Губернаторов Может быть У кого-то Чего-либо Научился Кому-то Должен Можешь сказать Были полезные Общения Кольцово Повезло В том плане Что мы Наверное В силу Своей Такого Инновационного Тренда Своей миссии Как Городка науки Всегда Вызывали Интерес И Я думаю Что Нам удавалось Развернуть Такую Внятную Поддержку Области Особенно В человеческом плане Пообщем Человеческий пример В человеческом плане Мне много дал Виктор Александрович Толоконский Как человек Системно Смотрящий На Развитие Территории Который Активно Помог И поддержал Нас В становлении Как Наукограда И в получении Статуса В продвижении Программы И Конечно Мы Во многом С его именем Связаны Начало Вот 200-х 2000-х Годов Нашего Эффективного Наукоградного Периода Спасибо Я и говорил И Не боюсь Сейчас Говорить И Василию Алексеевичу Ирченко Который Взял решительность На себя И Вошли мы В очень важный Наш проект Путепровод Который Соединяет Это Про Деловые Качества Говоришь А в человеческом Плане Манеры Чьих Какие-то Ты у кого-то Принял Как Пример Для уважения Толокон Толоконский Человек Системный Глубоко Знающий Предмет Выстраивающий Целую Перспективную Цепочку Управленческих Решений Это Очень Важно И Наверное Здесь Я Учился Такой Перспективному Взгляду На территорию Правильно Понимаю У Вас Есть план Развития До Какого Года 34 У нас Есть Стратегия Развития Утвержденная И Нашим Правительством Новосибирской Области И Нашим Местным Советом И Правительством Федерации Стратегия Развития Кольцова До 30 Года И Генплан До 34 Так Что Мы Одни Из Первых Как Раз Пошли По Такому Стратегическому Развитию Уточняли Планы Одни Из Первых Утвердили Генеральный План Новосибирской Области А Когда Мне Пишут Есть Такая Легенда Или Нехорошо Сказал Есть Такое Представление Людей Что Чиновники Вот Они Такие Все Многие Из Звери Криминал Воры Мафия Вот Ощущаешь Какую Это Вот Человек Очень Опытный Уже В Управлении Негативные Обстоятельства Работы Как Мэра Небольшого Поселка Во взаимоотношениях С высшестоящими Или С боку стоящими Властями Вот Есть Негативные Элементы Которые Сотрудняют Работу Мне Повезло Может быть Это Я так Воспитан И сам Пытаюсь Выстраивать Отношения Я не Не очень Часто Лезу В какие-то Подковерные Игры Там В черные Ходы Ну Наверное Есть Там Кто-то С кем-то Как-то Контактирует Кто-то Как-то Завязанный Я Вот В таких Завязках Не участвую Я все время Завязываюсь На интересы Дела И поэтому Мне просто Иметь дело С любыми Министрами С любыми Губернаторами Я всегда Выхожу На них Исключительно Из Кольцовских Интересов И наверное Это им тоже Становится Понятно И они Включаются В систему Поддержки И решения Каких-то Вопросов А вот Такие Криминальные Моменты Или То что Ты перечислил Не знаю Это как-то Не про меня Мне нравится Кольцова Иногда Меня ругают За то Что я вообще Живу Как в розовых Очках У меня Все люди Хорошие И Все Так Складно Беспроблемно Казалось бы Ну на самом деле Чтобы Вот В этом мире Оптимизма Находиться Нужно Каждый День Его поддерживать И Приближать И верить в него Я Например Точно верю Как математик Что Методом последовательного Приближения Можно Попасть В соответствующее Положение И со всей системой И со всем Поселком Иногда Надо просто Выстраивать Такую цепочку Положений Поэтому Горжусь Меня же В том кабинете Был такой Уголок Оживающих Проектов Я фотографировал Проект Какой-то Потом Его Стадию Строительства А потом Наживал И иногда Это просто Согревало Иногда Не верилось Что будет Ну вот То есть Быть романтиком Как показывает Опыт Кольцова Это На самом деле Не всегда Минус Да нет Это всегда Плюс Я бы сказал Потому что С романтизма С увлечения С мечты Начинается По большому счету Все Ну а как там Решать Текущие проблемы Если ты четко Не представляешь Завтра Это будешь Бить по хвостам Проблемы Каждый раз Вот от этого Мы точно ушли У нас сейчас 5-6 проектов Прошедших Экспертизу Проектную стадию Будь это Пристрой К пятой школе Спортивного зала Или проект Уфока Или проект Школы Детского садика Они даже выстреливают Рано или поздно И быстрее всего Или парк Один, второй, третий Мы просто Иногда напрягаемся Это тоже наш Секрет бюджетный Напрягаемся Депутатов Наших Очень неполитизированных Убеждаем Что нужно Потратить средства Чтобы сделать проект Который притянет Другие деньги Кстати спрашивают Какие задачи Не удалось решить За все время управления Есть какие-то задачи Которые у нас там Хотелось Но не удалось еще Или еще Или никогда уже не удастся Ну Пока вот Не удалось еще Построить Декоративский манеж С двумя спортивными залами Но думаю Что пока Потому что он спроектирован Пошел в экспертизу И мы сейчас Пытаемся Вкрутить Федеральную программу Такой Манеж еще не имеет Новосибирск Мы долгое время Скромничали из-за этого Но с некоторых пор Решили Что Почему бы Региональный такой Манеж Не должен стоять То есть у вас Насчет новосибирского Комплекса нет здесь Да нет Новосибирск большой Как говорится Ему виднее Он развивается По-своему У него своя свадьба Даже академгородок Который является частью Новосибирска Из которого мы вышли Мы в чем-то Повторяемся В чем-то идем дальше Но У них своя жизнь У нас своя Поэтому мы Никому не соперники Мы просто Идем своим путем И хотим Чтобы наш городок Продолжал развиваться Приятно Когда кто-то говорит Там Ну не знаю Слушай Ты удивительный человек Вот я хотел Опа Себя покажу А то как-то все время Ну надо же перебивки делать Да Я-то хотел поговорить Про личные качества Там что-нибудь Про детство Как у меня часто бывают Разговоры Ну по личному А он все прокольцовано Прокольцово Как я даже человек кольцо Все такое позитивное получается Какой бы острый вопрос задать А вот такой острый вопрос А вот Ты сказал Что вступал в КПСС Был активным комсомольцем Потому что у тебя была вера В коммунистическую идею Бог с ней С коммунистической идеей А вот Ну кстати идея Коммунистическая Замечательная Она Думаю что Всегда будет Согревать Человечество И город Солнце Компанеллы Наверное Трудно Придумать Более привлекательный образ И Вот как-то у нас Сегодня получалось В последнем Общество справедливости Я думаю Что мы к нему Будем возвращаться И выстраивать Ручейки Другое дело Что мы Проходим Самые разные этапы То мы Должны Свободу слова Получить То Свободу колбасную То Свободу выезда Ну В конце концов Я думаю Что мы Найдем ту самую середину Когда Не 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 400 сортов Колбасы Нам нужны И не 200 каналов Телевидения А все Может быть Гораздо меньше Но Все Ну Колбаса Колбаса Разве помеха Пускай тебе будет колбаса Да нет Ну я просто говорю К тому что И Количество Колбас И количество Каналов Это еще То есть колбаса Не главное Не первая Не главное Далеко не главное Вот Мы К сожалению Только сейчас Возвращаемся К тем ценностям Которые по-настоящему Важны Это и здоровый образ жизни Здоровье близких И духовное здоровье И Склепы Те которые Которые говорит президент И которые мы сами чувствуем И наша вера Ежедневная Вот поэтому я хотел спросить А если бы ты не был Руководителем администрации Ну как рады Кольцо Ты бы вступил в единую Россию Ну я вообще К политике отношусь Достаточно Прагматично И серьезно С одной стороны Я В ее никогда не играю Но и в то же время И не подыгрываю Поэтому С каких-то пор С тех пор Когда я Вышел из КПСС Где партия была Коммунизм был Как мера Какого-то Или цель Его Общественного устройства Которому Мы Стремились Последнее Партийное Мое увлечение Когда я проходил Через единую Россию Через Выбор России Я руководил Был такой период У меня В областной Областной Организации Или последняя Единая Россия Я не люблю Когда бросают Камни Потому что Есть какие-то Негатив В той или иной Партии Сейчас это Действительно Некий механизм Решения Вопроса И если Партия власти В которую Входят многие Уважаемые Мною люди Те же И губернаторы И президенты Многие Достойные Люди То это тоже Механизм Выражения Позиции Но В то же время На местном уровне Все должно быть Не очень Политизировано Вот например У нас 17 депутатов И практически 16 из них Принадлежат К единой России Но мы никогда Не машем флагом Никогда не собираемся В фракции Никогда Не решаем Вопрос Политически Но просто Они выдвинуты От единой России Как самые лучшие Строители Лучшие ученые Лучшие врачи Педагоги Именно так было Именно так Воспринимают Их Жители И никто Никогда Не прилипает К ним В флажок Единоросса И в то же время Поэтому наверное И нет отторжения И я Когда Избираюсь Все эти выборы Проходил От единой России Но Когда я провожу 50-60 встреч Во всех трудовых коллективах И рассказываю Я Совсем не выпячиваю Что я И не скрываю И люди К этому делу Нормально относятся Я понял Николаев А бывает Что ты Выступаешь Перед людьми Предположим Встреча Ну Официальная Или почти официальная И хочешь Своим стихи Почитать Я это делаю Я иногда На планерках Читаю стихи Например Когда я вижу Что Люди Совсем Забываются Или кому-то Хочу напомнить О своей Неформальной Ответственности Иногда Вот могу Прочитать Ленин и печник Да Твардовского Помнишь Наизусть Ну Иногда Наизусть Иногда Подглядывая Чтоб не сбиваясь Иногда Свои стихи Вот мы как-то В год литературы Всегда Делали так Что Через Планерку Это еженедельное Совещание Всех руководителей Мы в общем-то Читали Либо О главе Теркина Либо Еще некоторые вещи Вот Иногда Свои стихи Могу читать Вот Последнее Время Даже читала Прощание Со своим Рабочим Кабинетом Ты посвятил Кабинету Стихи Да Целая Ода Большая Получилась Поэма Которая Воспевала Ну Его прелести Прелести Что он был В цокольном этаже Мы были Близки И Все очень Просто И Без даже Узорности Этого здания Где удобно Но Там Были свои прелести И конечно Воспоминания Тех Событий Которые связаны С тем кабинетом Но тоже Милосогревали Недавно Читал Тоже Поэму О Комсомоле Которую Тоже посвятил Своим Комсомольским Братьям Которую читал На Областном съезде Поскольку Это тоже Жизнь Это Все Настолько Прошло Через сердце Что Оно Согревает Слушай Я говорил Тебе Нет У нас Я проводил Организовал В группе Мнение Новосибирска Есть такая группа В фейсбуке Там Уже 1300 человек Сделали Пробное Оценочное Голосование Кого бы Можно было Выдвинуть Кандидатом В мэра Новосибирска Ведь Новосибирск Один из Немногих Городов Больших Где проводят Выборы И крупнейший Город Из тех Кроме Москвы И Питера В которых Проводятся Выборы И там Среди победителей Там В основу Выиграли Люди Которые Хорошо Известны В фейсбуке На четвертом Месте Николай Красников Оказался Хотя Ты вовсе Не активист Сетей Как К этому Относишься К этому Отношусь С простым Пониманием Просто Давно Работаю Наверное Активничаю На районном Уровне На областном Кто-то Меня знает Кто-то Бывает В Кольцово Я не Про популярность Я насчет То, что Вы Двинули В Мэру Новосибирска Да И поэтому Наверное Разговоры Такие Могут быть И иногда Они до Меня Тоже Доходят Но Я уже Мэр Известного Наукограда И Честно говоря Планов Каких-то Связывать Мэрство С другим Городом Но точно Нет Я Желаю Новосибирску Хороших Прямых Выборов Боевых Выборы Человека Который Действительно Болеет За город Наверное Устав Города Мог бы Быть Пересмотрен Сторону Активности Районов Города Где бы Они могли Более Полноценно И оперативно Решать Районов Даже Микрорайонов Микрорайонов Ну Наверное Именно Поэтому Система ТОСов Так популярна Новосибирске Потому Что Просто Я понимаю Одному Большому Мэру Полуторамиллионного Города Просто Трудно Как Кольцово Добежать До каждой Ступеньки До каждого Учреждения До каждой Неощущенной Дорожки И поэтому Конечно Должна Быть Вся территория Разделена На очень Активные Территории И выстроен Механизм Там Советском Районе Кировском Ленинском Там Свои Проблемы И Все Это Нуждается В таком Наверное Активной Динамичной Реакции Вот Я думаю Что Это Город Новосибирск Найдет И повысит Поэтому Я С интересом Всегда Отношусь Что делается В Новосибирске Мы Дружим Что называется Домами Мы маленькие Они большие Но у нас Своя свадьба У них своя Поэтому я желаю Удачи Но Честно говоря Ты остаешься На своей свадьбе Ты своей свадьбе Не изменяешь У меня На своей свадьбе Еще очень много Планов Я говорил Что Академгородок 2.0 Это серьезный проект Интеграции С Академгородком Это Центр Сиграционного Излучения Который Вытянет Просто Еще одну Крылу У тебя Как называлось Твое научное направление К чему ты учился Теория вероятности Ты занимался Моделированием Геномов Ну я В свое время У меня Я занимался Случайными процессами Я уходил В жизни От трех Диссертаций Я утверждал Тему диссертации Сдавал Кандидатский минимум Скажем По теории вероятности И выходил Из нее Потом Перешел На вектор Влекся Как раз Расшифровкой Закономерности Генома Утвердил Тему диссертации Сдал Уже по Моликулярной Биологии Кандидатский минимум Но меня Увлекла Наукоградность Увлекла Вот Общественная работа Я поступил В аспирантуру Уже Президентской Академии Государственной Службы Московской Закончил Аспирантуру И там Уже была Утверждена И тоже сдал Новый кандидатский минимум По юриспруденции И была утверждена Тема диссертации Которая звучала Что Особенности Местного соуправления В условиях Особого Правового статуса Наукограда И наверное Было легко Добить эту диссертацию Но Меня увлекла Уже Само Возможность Получить статус Наукограда Реализовать Первую программу И я подумал Что Как там говорил Райкин Чего там В носу Чего там Описывать В диссертации Когда проще Создать Сам Наукоград Получить Пробить статус Защитить ее Я Окунулся В эту работу Не жалею Что 27 лет 27 месяцев Пошло на Согласование Программы До этого Мы ее еще Разрабатывали Потом пробивали Через всякие Экспертные Советы Правительства Через Совет безопасности Даже Совет безопасности Да Это было Раньше Очень серьезное Затем Согласование Со всеми Министерствами И экспертные Советы Все эти проходили И Совет безопасности Даже просматривал Наши программы И потом Только выводили На указ Президента Поэтому Все это Прошли Соглашения С правительством Так это что Дало Этот статус Престиж Или дополненные Деньги Или новые Возможности Это что По закону Статуса Наукограда Это дает И то и другое Во-первых С нашей же подачи Когда-то была Здесь одна поправка Что статус Наукограда Дает право Быть городским округом Для всех Это было не актуально Нет Это прежде всего Выход на самостоятельное Развитие Выход из Новосибирского района На областное подчинение Ну и Новый уровень Полномочий Это Во-первых Ну а Есть еще и заложенная Государственная поддержка Когда Мы имеем Некую Федеральную Извини Я могу Переспрошу Немножко неофициально Федеральные деньги Действительно Прямым образом Поступают Для людей Для жителей Кольцовой Что дало То что Кольцово Стало Как раз Это просто Вытянуло По настоящему Перспективу Во-первых Сам Путин Как президент Утвердил Программу Развития Кольцова Сами понимаете Чтобы ее Увязать Нужно было Осознать Увязать С разными Министерствами И первые годы По соглашению С правительством И с областью Она была Привязана Даже по деньгам К мероприятиям Программы Первые деньги 15, 37, 52 миллиона Реально поступали Потом правда Эта поддержка Перешла По дешевому принципу И как самый маленький Наукоград Мы получаем Не очень большие По дешевому принципу Да И поэтому Мы получаем Не самые большие денежки Но зато Это Мы как говорим Дайте нам Один рубль И дайте статус Наукограда И все будет уже Полезно А дальше мы с вами Да Дальше так и получилось А дальше мы получили Городской округ Мы К нам изменилось Отношения области Мы поняли Что мы Можем Как Активная территория Выстраивать Отношения Со своими Инвесторами Со своими Доморощенными Компаниями Развивать налоговую Базу Мы например Такая маленькая территория Но Более 10 Миллиардов Налогов В разного уровня Бюджета И вне бюджетных Фонда Создаем Поэтому То есть Кольцову Кормят других Ну мы серьезный Донор области Да Поэтому Мы далеко не Иждивенцы И этим гордимся И Вот Конечно Жители Получив эту Перспективу И каждый день Тактически Ощущая Что это Реализовывается Ну вот Я хотел Как раз Математический подход К будущему Как специалисты Математики По теории вероятности Какова вероятность Того Что твои внуки Вот уже шестеро Следующих поколений За нами И ты их знаешь Биологию Тоже знаком Биологии Какова вероятность Того Что наши внуки Доживут до времени Когда Будет решен вопрос Неограниченного Продолжительности жизни Ты думал об этом? Ну я думаю Что Это точно не сама цель Но Целью может быть Как раз Когда наши дети И внуки Доживут до Хорошего Стопроцентного Ощущения Ощущения Счастья А что это? Ну Это целая тема Я Например Себя считаю Безусловно Счастливым человеком Когда меня спрашивают Но Когда человек Будет иметь возможность Заниматься Любимым делом Жить Достаточно Комфортных условиях Поддерживать Большую часть Жизни Свой Здоровый Образ жизни Полноценно Отдыхать Путешествовать Вот это Все не за горами А сколько Это будет Дано Каждому Продлить Сам Бог знает И тут Мы На Какие-то 150 Или 200 Летние Вакцины Не очень надеемся Хотя В этом направлении Наши ученые Работают Я думаю Что То что Шумы были Вокруг Пенсионные Реформы И Реальное Продолжение Жизни Это Говорит о том Что Мы Действительно В ближайшее Время Будем жить Дольше Я Во всяком случае Ну вот уже говорил Для себя Точно рассчитал Для себя Я точно Рассчитал Надеюсь Что Можно И работать Дольше И бегать Дольше И Подпитываться И Секрет Здесь Простой Наверное Надо Больше Быть Оптимистом Больше Заниматься Каким-то Конструктивом Сколько Сколько Дней У тебя В среднем Уходит На Спортивные Занятия Ну Я Каждый День Пробегаю 8-10 Километров Пробегаю Плюс Там Какая Атлетика Еще Два-три Раза В неделю Хожу В бассейн Поплавать В сумме Около Часа В день Плюс Банка Ну Где-то Час Десять Час Двадцать Я Отдаю Спорту Но Точно Не Жалею Потому Что Это Другое Ощущение Я Всегда Говорю Людям Начиная Еще С Контрастных Души Которые Просто Взбадривает И Всю Иммунную Систему И Настроение Когда Две-три Песни Споешь Под Душем Каждый День Знает Вот Оно Ко Солнце Ярче Брызни Золотыми Лучами Брызгай Эй Товарищ Большая Жизнь Вот Это Люблю Это Марш Энтузиастов Этот Он Мне Как-то С детства Вот И Что-нибудь Такое Кольцовская Бодро Из Своего Ну Например Там Не Устану Я Бегать По Далям Лет Так Эдак Наверно До Ста И На Грудь Сами Лягут Медали Лишь Бы Только Звала Высота Ну Вот Такое Замечательно Слушай Я С этим Человеком Можно Говорить Очень Долго И Я Наверное Еще Если Получится Если Не Будет Возражений Я Еще Буду Приезжать И Разговаривать Нельзя Объять Необъятное Даже Вокруг Кольцова Сделать Кольцо По Дороге Даже Пройти То Много Времени Обсудить Узнать Про Этот Небольшой Городок С Большой Перспективой И про Его Мэра За Один Разговор Конечно Невозможно Но Мне Было Очень Интересно Как Тебе Ну Мне Кажется Живо Побеседовали Но Ты Прав Что Даже Кольцово Небольшое Такое Великое На самом деле Так Много Тем Мы Сегодня Не Затронули Буду Рад Если В Какое Другое Время Не Такое Снежное Не Такое Ветреное Хотя Кольцово Всегда На Семи Ветрах Вот С Удовольствием Еще Продолжим Прогулки Покажу Свои Любимые Местах Кольцово И По Зеленой Траве И В Другие Времена Года Так Что Всегда Рад Спасибо Пишите Вопросы Я Передам И Порекомендую Николаю Григорьевичу Обязательно Завести себе Блог В Фейсбуке Мне Кажется Он Будет Интересным Собеседником И Ему Тоже Будет Интересно И Полезно Полезно Как В качестве Такого Нового Инструмента Работа С Говорить Ну И Вообще Пишите А Мы Вам Снимем Я Вам Покажу Всего Доброго Тимурханов Из Кольцова